Москва – огромный мегаполис, в котором ежедневно проживают миллионы неосведомленных людей. В каком городе они живут на самом деле? Что за историю скрывает этот город в действительности? И что же под ним так усердно прячут от наших глаз? Давайте разберемся. Всем привет! Наступил рассвет. Москва – всем известный нам город, который сейчас, в сравнении с другими, выделяется научно-техническим прогрессом и индустриализацией, и, к слову, в котором сейчас проживает целых 10% россиян. Но при всем этом, этот город весьма и весьма молод. К примеру, в сравнении великий причерноморский город Керчь старше Москвы аж почти в три раза. И, к слову, Керчь хранит в себе тоже огромную историю, которая буквально засыпана землей, так же, как и Пантикопей. Сегодня мы пройдемся по любопытным моментам в истории Москвы. Для начала мы изучим ту страницу истории, которую нам так демонстративно преподносит. Ну а в конце видео эту страницу мы благополучно перевернем и узнаем те факты, которые, как правило, никто и не афиширует. Мы узнаем, что же за море скрывается под Москвой и почему это так усердно пытаются от нас скрыть. Подпишись, чтобы не потерять эту информацию. Ну а мы вернемся к истории Москвы. Ведь именно она за столь короткий срок успела обзавестись весьма интересной и неоднозначной историей. Только за первые 450 лет своего официального существования Москва сгорала более 100 раз. Любой другой город в таких обстоятельствах давно бы уже исчез и стерся из памяти потомков. А вот Москва наоборот, только отстраивалась и становилась все лучше, больше и мощнее. Но для чего? Вообще история Москвы весьма любопытна, ведь почему-то именно на нее шел Наполеон, а не на столицу прошлого Санкт-Петербург. Именно Москва, как нам говорят в школе, была основана на болотах всего 8 веков назад. Кстати, о болоте и о почве, на которой так успешно стоит Москва. Но так ли успешно? Даже сегодня мы можем наблюдать засыпанные окна, а порой целые этажи, занесенные глиной и песком. Как нам говорят, такой уж культурный слой образовался. Ммм, да-да, а бескультурных людей прошлого, верно? Которые, как нам говорят, даже не следили за улицами. Вследствие чего и образовался многометровый слой грязи и мусора. Многим известна эта тема. Я думаю, вам тоже есть что сказать по этому поводу. Но интересно то, что не только Москва, построенная на болоте, находится под слоем грунта. Ведь множество городов занесены так называемым культурным слоем. Порой во время раскопок находят весьма неудобные артефакты, а иногда и целые здания. Например, в 1838 году начали строительство многим известного Большого Кремлевского дворца. Разрыли огромный котлован для фундамента. И что вы думаете, там обнаружили? Рабочие во время раскопок наткнулись на так называемую подземную церковь. С множеством тайных ходов и коридоров. Но что и когда могло погрузить под землю целую церковь? Этот вопрос, впрочем, не сильно волновал рабочих. И после обнаружения находки, они все благополучно засыпали обратно. К примеру, вы можете представить, что есть целые закупанные здания и храмы, которые вместо того, чтобы откапывать и реставрировать, просто посильнее занесли щебнем, а сверху построили новые здания. С трудом верится, но это реальность нашей жизни. Это даже не скрывают, но и не афишируют. И все мы знаем о царских подземных туннелях, которыми центр Москвы изрыт вдоль и поперек. Нам говорят, что это делалось лишь для сохранения казны и безопасности первых лиц. Но при всем этом, столицей долгое время являлся именно Петербург, в котором-то и в большей части все это и находилось. Ну а что, царские ходы в это время просто простаивали? Странно, правда? А ведь сейчас и никто не станет спорить, что Московский Кремль это уникальное место. Это словно сердце Москвы. Стены Кремля помнят очень многое, но секретов под его стенами отнюдь не меньше. Под Москвой есть целые подземные улицы и переулки, которые порой срастаются в целые подземные ходы. Причем есть и те люди, которые знают это не понаслышке, а на своем опыте. Так называемые диггеры, которые очень хорошо знают подземную Москву. Но диггерство официально запрещено. Да и не только у нас в России. По всему миру запрещено раскапывать и исследовать все, что находится под землей. Так сказать, спрятано от наших глаз, так и остается неизвестным под толщей грунта. Уже несколько веков в совершенно разных источниках фигурируют различные сведения о целом подземном городе, скрытом глубоко в недрах под Москвой. А может и вовсе не так глубоко, как нам говорят? Давайте посмотрим. Храм Варвары, построенный на наименной улице, Варварке. Любопытно. Этот храм был построен в прямом смысле поверх старого. То есть, прямо под этим храмом находится совершенно другое сооружение. Тоже полноценный храм, да причем полностью белокаменный. Но по какой-то причине он оказался под землей. Конечно, историки утверждают, что так строили. То есть, построили полноценный храм под землей? Вы серьезно? Добавок нам даже говорят точную датировку, когда и кто это сделал. Этот подземный храм был построен в 15 веке итальянским архитектором Аристотелем Фиараванти. Да, и вновь итальянцы выстроили нам всю Москву, а и теперь даже подземную. Но что за глупость? Зачем строить храм под землей, а спустя пару веков, а точнее уже в 18 веке, поверх всего этого строить новое сооружение? Да и как это вообще возможно? В 15 веке построить целый храм под землей? Да причем из белого камня. При условии того, что, как нам говорят, раньше с трудом дома-то на поверхности строили, а тут такое сооружение, да и полностью под землей. А может, во время строительства этот храм вовсе находился на поверхности? Стоял себе уверенно и непринужденно. Но тогда что? Могло погрузить его в неисчерпаемую пучину грунта? А что, если есть еще множество подобных засыпанных зданий, о которых либо еще не знают, либо просто не говорят? Если учесть, что под Москвой еще в 19 веке находилась огромная цепочка подземных ходов и целых помещений, то, возможно, они там и остались. Если спустя это время, конечно, не выросли в размерах. Ведь под столицей, помимо этого храма, располагаются огромные архитектурные сооружения, в состав которых входят каменные галереи, обширные залы, подземные коридоры, тайники и замурованные двери, за которыми и находится настоящее хранилище прошлого. И все это глубоко-глубоко под землей. Ведь ни для кого не будет секретом, что старые здания Москвы имеют глубокие подвалы, которые просто не пускают. Думаю, многие из вас слышали про реку Неглинку, которая уходит далеко вглубь Москвы. Буквально. Эта река течет под землей, по трубам. Но мало кто знает, что от подземной реки их отделяют всего лишь канализационный люк и несколько метров земли. Для примера давайте просто рассмотрим несколько названий улиц, связанных именно с именами рек, протекающих под ними. Ленивка. Это самая короткая улица Москвы. А под ней в трубе лениво течет река Ленивка. Река Пресня. Расположившаяся прямо под улицей Красная Пресня. Ходынка. Ходынское поле. Филька. Район Фили. И если есть подземные течения, то значит должен вымываться грунт под землей, тем самым увеличивая нагрузку на фундаменты зданий. А оно так и есть. Московский Кремль страдает от провалов еще с 18 века. Ведь еще совсем недавно, 20 лет назад, Москва застраивалась в основном 5-ти и 12-ти этажными домами, которые все прекрасно из нас помнят. И ведь неспроста их строили. Они не оказывали просто такого сильного давления на грунт, как нынешние. А сегодня очень часто различные сооружения возводят именно на насыпных грунтах. Самый стародавний случай – это собор Василия Блаженного, построенный на искусственном холме, который отсыпали над крепостным рвом. Но есть еще одно сооружение, всем известное, также медленно оседающее на один бок – мавзолей. Его тоже построили на насыпном грунте, прямо над рвом. Разрушение зданий для Москвы сейчас не ново. Например, происходит разрушение российской государственной библиотеки, бывшей Ленинки. Как говорят, виной всему взрывные работы, которые проводились 20 лет тому назад. Но что весьма интересно, в самом начале, когда библиотека только строилась, в 1933 году, в ее конструкциях уже начали появляться трещины. Под этой библиотекой существует огромное множество подземных ходов, колодцев и непонятных проходов. И напомню, прямо под библиотекой сейчас расположилась станция метро Боровицка. Так что получается, там уже были туннели-ходы еще до постройки метро? У меня есть полноценный ролик на эту тему. Можете ознакомиться с ним для общей полноты картины. После обнаружения стало известно, что они нашли тайные ходы, принадлежащие постройкам опричного дворца времен Ивана Грозного. Археологи обнаружили ступени из белого камня, которые простирались вглубь Боровицкого холма. После этого все раскопки запретили, а ходы благополучно залили бетонным. Вот такая вот неизвестная подземная Москва. Но, конечно, кое-что нам заподлинно все-таки известно. В Москве, куда ни ступи, везде может подстерегать опасность. Откуда ее и не ждешь? Ведь еще совсем недавно в заголовках мелькала громкая весть. Под Москвой обнаружили целое море. Мало кто знает, что Москва-река, протекая по Москве, теряет до 30% своего объема. Но куда же исчезает эта вода? А вода просто, как и все ручьи и реки, впадает в подземное море Москвы, которое по официальным размерам представляет собой Каспийска и Черные моря вместе взятые. Но откуда же взялось целое море под Москвой? Да еще интереснее, как его обнаружили? Нам говорят, что море нашел Академик Губкин. Да, тот самый. Он просто решил искать нефть под Москвой. И якобы случайно наткнулся на целое море с соленой водой. Но тут сразу же возникает огромное множество вопросов. Как вообще разрешили искать нефть под столицей, зная, что она вся вдоль и поперек покрыта тайными ходами? Причем это не просто раскопки, которые вообще повсеместно запрещали на территории города. А еще весьма странным является то, что вдруг решили искать нефть именно под Москвой. Хотя при этом они знали общую картину добычи нефти. Ведь на Ямале еще копать-докопать. А тут вдруг решили все оборудование перевезти в Москву и начать бурить вглубь, под землю. А ведь это проходило в 30-х годах. Да-да, в тот момент, когда и начали строить метро. Странно все это, не находите? Любопытно, почему же во время геодезических работ, которые проводятся перед строительством метро, ничего необычного не обнаружили? Ну, может их вовсе и не проводили? Ведь всего 300 метров отделяет станции метро Белорусска и Новослободска от подземных вод. Всего 300 метров грунта. Это весьма и весьма тонкий слой, под которым находится вода. И об этой воде всем очень хорошо известно. К примеру, минеральная вода московская добывалась прямо из скважин, из так называемого подземного моря Москвы. Так что получается, тайна Москвы сокрыта не только в ее внешней истории, но и в неизвестной подземной. Утаить. Подземелье Москвы задача непроста. Ведь то тут, то там всплывают новые факты, впечатляющие умы все новых и новых исследователей. Я думаю, вышло весьма интересно. Я буду рад, если ты поддержишь меня и этот ролик. Поделишься им с друзьями, ведь это позволит большинству людей осознать реальность происходящего. Подписывайся, и будем встречать рассвет вместе. И помни, рассвет не за горами. Но все же у меня остался один вопрос. Что? Скрыто? Под Москвой? Редактор субтитров А.Семкин